Добро пожаловать на канал HardRaisedInfo, перед вами великолепный Poco M3. Сейчас я покажу вам как на этом девайсе, кстати на самом деле все очень просто, вы не пугайтесь, забросить FRP-блокировку, то есть заблокировалась блокировка FRP, когда вы хотите настроить устройство, он просит вас войти в Google аккаунт, чей-то или ваш, мне это особо сильно не важно, главное, чтобы вы телефон не воровали и делали это только со своим устройством, либо же помогали владельцу какого-то телефона, ни в коем случае не поддерживайте воровскую деятельность, сегодня воруете вы, завтра воруют у вас, завтра воруют у вас. Так вот, всегда будьте честными, пожалуйста. Так вот, ребят, что нужно сделать? Во-первых, если вы уже подключились к сети Wi-Fi, значит нужно отключиться. Как это сделать? Нужно опять сделать полный сброс через recovery, там кнопка питания, увеличение, полный сброс и так далее, у нас видео на канале есть, поэтому можете посмотреть, но кроме этого, вот после того, как у вас только загрузился телефон, что делаем? Идем далее, видите, в левом верхнем углу Q у нас кнопочка горит о том, что телефон заблокирован. Мы выбираем русский язык, идем далее, Польша, неважно. Окей, далее со всем соглашаемся, я прочитал принимаемые условия, обнаружили сим-карты, не вставляйте сим-карту, да, забыл сказать, сим-карту нельзя вставлять, если хотите сбросить. И к сети не подключаемся, нажимаем пропустить. Все, нажимаем принять, продолжить. И теперь внимание, он просит ввести пароль. Что мы делаем? Мы нажимаем, только блокировка экрана, нажимаем графический ключ, пароль, неважно, если у вас раньше был графический ключ, тогда выбирайте пароль, если был пароль, значит графический ключ, либо же цифровой код, он практически ни у кого никогда не стоит. Раньше на этом телефоне стоял графический ключ, сейчас установим пароль, нажимаем понятно, ой, не пароль, сори, цифровой код, цифровой код. Да, это наоборот, короче, если был графический ключ, цифровой код, если цифровой код, графический ключ, короче, просто нужен другой способ разблокировки, выбрать один из двух, без разницы. Так, ставим какой-то банальный пароль, чтобы его сейчас точно уж не забыть, потом можете его изменить в настройках, пока что нам нужно просто разблокировать, сделать так, чтобы этот замочек пропал. Безограничность, ну, например, там это неважно, можете и классику выбрать. Нажимаем далее, тема применена, настройка завершена, нажимаем далее, видим, что у нас телефон все еще заблокирован. И вот, вход не выполнен. Мол, у нас ошибка, чтобы начать работать на телефон, нужно сначала войти в аккаунт, это так, короче, телефон заблокирован. Теперь мы идем далее, выбираем русский, выбираем страну, опять-таки не важно какую, ставим галочку, идем далее, сим-карту не вставляем, идем дальше, и теперь уже подключаемся. После того, как мы уже добавили пароль, теперь мы уже подключаемся. Теперь мы подключаемся к любой сети. Давайте я быстренько впишу пароль. Так, к сожалению, приходится, приходится скрывать пароль по той причине, что очень часто показывали, где находится офис, и люди пытались уже вламываться, а имея доступ к этому компьютеру, мы знаем, что можно получить доступ и ко всем. Поэтому не нужно, а имея доступ к Wi-Fi, можно, короче, неважно. Вот, мы подключились к сети Wi-Fi, идем дальше, идем, 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 проверка обновлений, и он у нас попросит либо же ввести старый пароль, либо же войти в Google аккаунт. Google аккаунт мы в теории не помним, поэтому мы должны ввести старый пароль. Старый пароль мы тоже не помним, но поскольку мы уже создали новый, нужно будет вписать новый, потому что у телефона есть только одна ячейка в памяти, которая отвечает за пароль. Она не может хранить в себе несколько паролей, ну, физически не может, там место только для одного. И когда вы создаете новый пароль, оно просто перезаписывает его в эту ячейку. Тот пароль удаляет, а добавляет новый и будет думать, что это старый. Нажимаем не копировать. Вот, разблокировка после сброса. Сейчас он у меня требует не графический ключ, а пароль. Итак, 1, 2, 3, 4. То, что мы только что с вами создали. Вот и все. Теперь можем уже в Google аккаунт даже не входить. Спокойненько себе, без напряга, пропускаем, принимаем. Видим, что он уже в левом верхнем углу, замочка у нас нет. Это важно. Он пропал, как только мы вписали пароль. Ещё приложение. Окей, хорошо. Не глюч, пожалуйста. На аккаунт Xiaomi нет. Пропускаем. Ну, вы можете не пропускать, в принципе, вы можете выходить себе спокойно. Это я пропускаю. Итак, идём дальше. Настройка завершена. Ну, что ж, друзья, вот и всё. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok